Ручное производство, оригинальный дизайн, индивидуальный подход или одним словом крафт. Сибиряки увлеклись новым веянием, крафтовые вещи. Ольга Качкурова разбиралась, что на самом деле скрывается за модным названием, казалось бы, обычных изделий. Это единственный прогресс получается, но тесто мы мешаем вручную. Сделано своими руками, как это модно говорить, с любовью. Основная особенность крафтовых пельменей – готовят их в Новосибирске в кафе про тесто. Не просто самолепленные, а именно крафтовые, потому что само производство уникально, объясняет владельца пельменной. Многие подумают, что моя бабушка делает тоже крафтовые пельмени, но если ваша бабушка будет их продавать, значит она будет делать крафтовые пельмени. В любом случае крафтовые – это подразумевает не только ремесло, но еще и торговлю этим. Внешне основное отличие в цветном тесте. Зеленый оттенок дают шпинат, желтый – куркума, оранжевый – паприка. У эксклюзивных пельменей и цена эксклюзивная. За порцию стелятиной – 200 рублей. Людям хочется чего-то более оригинального. Если человек готов платить деньги и тратиться на что-то, неважно, что это будет, игрушки, одежда, вещи, косметика, что-то еще, тогда он готов покупать вещи, которые будут более оригинальны, более интересны, будут отличаться, но они будут дороже. Человек готов платить за этот труд, действительно, недешевый труд и достаточно большие деньги. За свой труд мягкие, развивающие книжки молодая мама из Омска, Надежда Орлова, просит от 2,5 до 5 тысяч рублей. Первую книгу шила для дочери. Теперь в месяц получает до 10 заказов. Для мамы в декрете – отличное финансовое подспорье. Шьет дома, продает через интернет. И это самая популярная схема для крафтеров. По ней работают и томские архитекторы Анастасия и Виктория. Создают модель изделия на компьютере, распечатывают, вручную вырезают и склеивают. Когда создали первую модель, решили создать группу ВКонтакте. И на наше удивление в первый же день был заказ. У нас заказали голову льва. Мы сейчас с Викторией работаем по профессии, мы архитекторы. А полигонарт у нас является как хобби, как отдушина такая, которая иногда приносит деньги. Однако, с точки зрения закона, такое хобби вовсе не рукоделие, а настоящий бизнес. Только по официальным данным в стране от 15 до 20 миллионов человек трудятся в так называемом теневом секторе. Налогов и взносов, естественно, почти никто не платит. Накануне Минюст России по поручению президента определил юридический статус такой категории – самозанятые. Теперь разрабатывается программа по выведению их из тени. Однако, эксперты отмечают, что сделать это будет сложно. Пока же за фрилансерами начала охоту налоговая служба. Ищут в тех же соцсетях. В Омске за последний год инспекторы заставили платить налоги более 300 человек. Ольга Качкурова, Алина Штарк, Мария Черешнева. Новости здесь. Омск. Новости. 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 Новости.